Доброе утро! В эфире Анфас в студии Николай Анисимов. Сегодня 70-летний юбилей отмечает 61-я истребительная авиационная база. 1 мая 1951 года ей было вручено боевое знамя. В том же году экипажи заступили на дежурство в системе ПВО СССР. Обеспечение безопасности воздушного пространства страны и в наши дни – одна из самых важных задач для авиаторов из Барановичей. О рыцарях неба Сергей Чураков. 61-я. Экипажи 2,25-го. Воздух. Держу на фенот. Приняли. Выполняйте. Освоение неба – одно из важнейших достижений человечества. С изобретением крылатых машин появилось позднее, став в ряды самых престижных в профессии летчика-истребителя. В Пятом океане это когорта особого порядка. Летчик-истребитель – это можно сравнить с хищной птицей, которая летает, так скажем, высоко, высматривает свою жертву, цель. Летчику-истребителю необходимо хорошее зрение, и не только зрение видеть, а еще понимать, что это и его ли это цель. Истребительная база в Барановичах уникальна по структуре и оснащению. Она объединила под своим крылом авиационные и аэродромно-технические подразделения, роту связи и центр боевого управления. Новейшие комплексы Су-30СМ разместились именно здесь. Ключевая миссия части в мирное время – несение боевого дежурства. Летный состав подготовлен полным объемом. Выполнили те необходимые задачи для освоения, которые позволяют нести боевое дежурство с высоким качеством. Выполнили пуски управляемых ракет «Воздух-воздух» на полигоне Полески. Также использовали и проверили самолет, как действует по наземным целям. Подготовка экипажей к выполнению подобных задач – кропотливый процесс. К боевому дежурству допускают только самых опытных авиаторов. Ведь в небе летчик нередко самостоятельно принимает решения в экстремальных ситуациях. Будь то помощь борту терпящему бедствия или противостояние вооруженному нарушителю воздушного пространства. Ну все, нужен хороший опыт. Он дается, конечно, не за один год, за несколько лет как минимум. Любой летчик, пришедший в базу, он выполняет полеты не просто для того, чтобы полетать, а готовится конкретно к принесению боевого дежурства. Начиная с первых простых полетов, полета по кругу, потом выполнение полетов на перехват, воздушные бои. Далее, при принесении боевого дежурства, все это ему будет необходимо. В Барановичах прописаны и истребители МиГ-29. В резюме самолетов – надежность, неприхотливость во обслуживании и уникальные тактико-технические характеристики. Эти качества помогли авиаторам базы установить 15 мировых рекордов по скорости и скороподъемности. В 2005-м за две летные смены Вячеслав Бровченко установил 12 из них. Еще три – за Александром Бочкаревым и Юрием Ковалевым. Самолет достаточно хороший, стоит у нас на вооружении уже очень давно. Хорошо изучен и летным составом, и инженерно-техническим, поэтому не составляет никаких трудностей его эксплуатировать. Летчики к нему уже достаточно хорошо привыкли, ценят его за его хорошие летные качества, за его боевые возможности. В эскадрилье очень много летчиков, которые подготовлены к боевым действиям днем, ночью в облаках, в визуальных метеоусловиях, на малой высоте, по наземным целям, по воздушным. Через воздушную гавань на Брещене прошло множество боевых образцов. МиГ-15БИС, различные модификации МиГ-17, МиГ-23, МиГ-25, сверхзвуковые истребители-перехватчики Су-9. Особой строкой в летопись части вписан тяжелый всепогодный Су-27. На такой машине совершил подвиг первый герой Беларуси, подполковник Владимир Карвар. 23 мая 1996 года он выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого отказала система управления. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. Отказ гидросистемы. Катапультируйся. Летчик принял решение направить истребитель в безлюдное место и до последней секунды контролировал самолет. Он разбился в поле между деревнями Арабовщина и Большое Гатище. Пилот пожертвовал собой, чтобы спасти людей. Через 13 лет подвиг героя повторили полковник Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. На авиашоу в польском Радоме во время демонстрационного полета они увели в сторону от зрителей падающей Су-27. Тяжело представлять, что я был бы на их месте. Не хотелось бы даже представлять это. Но в душе я понимаю, что если надо было, я бы тоже совершил этот подвиг. В любой критической ситуации в первую очередь думают о том, какие будут последствия развития этой ситуации. То есть смотрят на землю, нет ли под ними населенных пунктов, людей. Дальше смотрят возможность спасения машины. Ну и в третью очередь уже свою жизнь. Каждое действие авиатора в небе выберено до миллиметра, рассчитано до сотых долей секунды. Путь к профессионализму лежит через сотни часов обучения и практики. В последние годы подготовка пилотов идет особенно интенсивно. На вооружение поступают новые тренажеры, осваиваются передовые тактические приемы. Перед четыре месяца начала эксплуатации Су-30-го мы уже участвовали в параде. Это тоже необходимо было подготовить летный состав. Мы четверкой выполнили в составе звена полет над городом-героем Минском. Также участвовали во всех, без исключения, учениях, штабных учениях. В декабре прошлого года выполнили пуски и в феврале этого года выполнили пуски управляемых ракет. Также участвовали учения, где мы применяли КАБы впервые на Су-30-м. Первые белорусские Су-30СМ на аэродроме Барановичи приземлились в конце 2019-го. На боевое дежурство на самолете экипажи заступили через полгода. Это принципиально новая машина. С ее получением мы вышли на литературно новый уровень боевой подготовки и применения вето-русских выражений. Данная машина, ее потенциал позволяет выполнять широкий спектр задач как по земле и по воздуху, воздушной разведки, радиолокационной. Потенциал этой машины заложили настолько высокие характеристики, что освоить их всех приходится потратить не один год обучения. Для подъема в небо Су-30-му требуется меньше минуты. С собой он может взять до 8 тонн боевой нагрузки. При этом не теряет уникальной сверхманевренности. Изюминка машины — силовая установка, состоящая из двух двигателей. Реагирует дежурная сила всегда быстро, независимо от типа самолета. Но в воздухе, благодаря новому прицелу, который установлен на этом самолете, он позволяет намного дальше видеть самолеты-цели. И в целом тактическую обстановку летчик прекрасно наблюдает и может быстро реагировать на поставленные задачи. Истребительная авиация предъявляет особые требования к здоровью пилотов. Каждый летчик перед вылетом проходит тщательный медицинский осмотр. Те или иные аспекты очень важны для каждого пилота. И поэтому понятия такие, как в детском саду или в школе распорядок дня или регламент рабочего служебного времени, очень важны для пилота. Обязательно изучается и контролируется продолжительность снаричек. Очень важно прием пищи, своевременный и в полном объеме. За один полет авиатор теряет тысячи калорий. Восполнить утраченную энергию позволяет правильный режим питания и сбалансированный рацион. На обед у нас мы предлагаем на выбор три вида супа. Обязательно должна быть рыба входить в рацион, салаты, обязательно закуска, гарниры два вида и три вида мясных блюд. Калораж летного пайка достигает 3500 калорий и более. Для сравнения, обычный мужчина вполне достаточно 200-200 ккал. У летчика заложен дополнительно калораж пищи, потому что работа связана с повышенным психоэмоциональным и физическим напряжением. Да, потеря воды возможна, да, потеря энергии исключительно может быть большая, особенно в период максимальной нагрузки. За день он может выполнить до пяти-шести полетов, до пяти чаще полетов. Достаточно серьезное напряжение. Не менее пристально следят за рационом и обслуживанием стальных пицц. Центр реабилитации, техника эксплуатационная часть. В арсенале авиационных инженеров новейшее оборудование, инновационные средства сканирования цифровых и электронных систем, программы для исследования узлов и агрегатов. Процесс, в первую очередь, очень ответственный, на самом деле, поскольку как ты самолет подготовишь на земле, так самолет поведет себя и в воздухе. И от технического состава, от подготовки технического состава очень много зависит. В первую очередь, согласно делать все документации, техническим картам, которые установлены в реламенте, техническое обслуживание. Тестируют самолеты и непосредственно перед вылетом. Одновременно идет заправка топливом, воздухом, необходимыми жидкостями. Подразделения обеспечения оценивают также состояние аэродрома, готовность взлетно-посадочной полосы. Подготовка аэродрома полетом, также поддержание постоянного боевого готовности аэродрома и техники, также заправка самолетов топливом и перевозки личного состава и имущества. Мы должны быть в готовности постоянно и днем, и ночью. Если начались осадки, вступает команда на уборку аэродрома. Либо, если сильный ветер, поток ветра, также выходим на полосу и осматриваем. Должна будет поддерживаться постоянная боевая готовность аэродрома и техники, то есть круглые сутки. Как правило, на авиабазе три летных смены в неделю. Летают в светлое время суток, летают ночью. Параллельно экипажи выполняют самые разные задачи, научения, проводят тренировки совместно с российскими коллегами, участвуют в армейских международных играх. В этом году планируется это участие «Запад-2021», где на полигоне «Ашелук» будем применять управляемые ракеты «Воздух-воздух» по мишеням. Это также летный состав сейчас проходит необходимую подготовку, инженерно-технический состав также для выполнения этой задачи. 61-я истребительная авиационная база разменяла восьмой десяток. За каждый из них, как и в активе летчиков, богатый профессиональный опыт и традиции. А впереди неизменно бескрайнее небо. В студии Николай Анисимов. Новости столичного гарнизона продолжат программу. На полигоне под Борисовым прошел отбор на армейские международные игры. В состязании название лучшего экипажа, танка и БМП приняли участие сборная от оперативных командований, военной академии, объединенного учебного центра. Военнослужащие выполнили нормативы по вождению, стрельбе, из вооружения боевых машин, тактике и физической подготовке. Победители войдут в состав национальных команд на конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Упражнение разработано непосредственно для участия в последующем в армейских играх. Каждый экипаж оценивается индивидуально по времени, как действия при вооружении, так и техника вождения механика-водителя по смене огневых позиций, а также корректировка огня командиром боевой машины. Отбирают участников и на конкурс «Меридиан». Данная дисциплина на армии будет представлена впервые. Топографы выявляют сильнейших в тактической стрельбе из штатного оружия, ориентировании на местности и в профильных дисциплинах. На полигоне Лос-Вида прошло соревнование на лучший экипаж бронетранспортером. В нем приняли участие 12 команд. В течение нескольких дней десантники состязались в полевой выучке, военно-медицинской подготовке, выполнении упражнений из вооружения БТР днем и ночью. Лидерами в командном зачете стали «Голубые береты» из Витебска. В смешанной авиационной базе прошла тренировка по поисково-спасательному обеспечению полетов. По замыслу занятий воздушное судно потерпело крушение в районе города Барановичи. Экипаж подал сигнал бедствия. Дежурными силами условно пострадавшим оказана первая медицинская помощь. На вертолете они эвакуированы в ближайшее медучреждение. Неподалеку от деревни Крулевщина Докшицкого района, где до Великой Отечественной войны располагался склад с боеприпасами, расчеты противоминного центра приступили к сплошной очистке местности. Только за первую неделю специалисты обнаружили и обезвредили больше тысячи взрывоопасных предметов. Работы инженеры планируют завершить до конца года. Засоренность территории огромная. Здесь хранилось порядка 45 эшелонов боеприпасов. То есть часть из которых уже уничтожена, часть из которых мы уже обнаружили. И еще неизвестно, какое количество находится в земле. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анисимов. Мирного неба вам и до встречи на канале СТВ. Субтитры сделал DimaTorzok